Прежде всего, Саманныш. И в одном только Пятигорске погибло три человека во время этого наводнения. В Ессендуках 11, а всего по Ставропольскому краю, около Ставропольскому. Ну и там еще и подвижные грунты. Да вот, поэтому... Вот почему вот это вот, знаете, как съезжаешь трамваем из города, едешь, и сразу переезжаешь, там стоят два огромных здания, близнецы, там отец с сыном построили. А, да. И он одно время пытался продать эти свои дома, он так и не смог, потому что... Но денег у него не было, значит, у него. Причем здесь денег не было, из-за того, что уже их теперь не продашь. Уже слава о том, что они там плавающие. А, в общем, он как-то почему. И построены на насыпном грунте у него. Это человек вложит деньги, и когда-то раз и уплыв. Да, если вы уходите денег туда, поэтому... Здесь, я говорю, бывают периодически. Достаточно катастрофические наводнения. Вот на моей памяти, это 1984 год, когда подмыло мост, он тогда был только трамвайный и пешеходный. Вот, остатки его еще сохранились. И пришлось строить вот этот новый. Кстати, строился по инициативе Васильева. И с его, при его поддержке, так сказать, от него противно. А потом наводнение... Да, Саша, а ты сегодня опоздал. Ядикимов тоже не прошел. Вот сегодня у меня какие-то товарищи, мы уже внизу побывали. От филиала пошли вниз. После того события, ну, может быть, несколько лет, жила в общежитии, пока не отстроили свой дом. То есть они как, они его отстроили на средства, которые им дали взаймой родственник. Сейчас ливой путь. Потом его сдавали, чтобы выплатить... Сейчас ливой путь подавать. Сейчас ливой путь. Вот так. Санаторий в Петегорском. Все, пошли. Ну, а мы продолжаем свой путь. Делаем и провал, а? На, по которому провалу мы идем. И вот совсем немного осталось. Конечно. И потом посмотрим на интересную издание. Ага, тишину, да. Так, может, пока не будем. Можем уехать такой, чтобы... Да, завтра я поздал. Мы все едем. По водке еще не хотим. Сейчас, если мы что-то звоним сюда сажат. Кому-то пристанционится. Пойдем до провала. Погода сегодня, товарищи, не ахти. Что ужас. Безобразие одно. Беспокоиться. Инспектор школ и народных училищ Кавказской и Катулоски Владислав Сокрович. Поляк по национальности. Он... Что, Саня, что сказать, не слышал. Да, носил титул статского советника. А это очень редкое звание, которого дослуживались на один, так сказать, субъект империи, область или губернии. Человека два-три. Таких было. Санкт-профессионал. И вот он построил себе этот особняк. Зарплата позволяла, так сказать. Жалование позволяло. Но в 1922 году, когда была репатриация, он просто это все бросил и уехал на родину. Вместе с сыном Евгением. Когда здесь в 90-е годы образовался союз поляков, то потомок их, живущий ныне в Варшаве, прислал письмо, официальное, заверенное нотариусом, в котором отказывается от этого здания в пользу польской национально-культурной общины. Но польская община тогда не сумела этим воспользоваться. Вот такие дела. А вот это на против чьих? Честно говоря, вот так не скажу. Все это провальские дачи. Все это строилось в начале 20-го века. Так что, Саша, ты опоздал конкретно. Евгений Мав тоже опоздал. Кадюк. Вообще, меня поражает. Как мы могли не противобуя. Поражает. Тебя, Алексей. И вот такие мы фестивили, вот даже дичинка сама. Вон Миша была, Надежда Викторовна тоже была. Сан-Сан чего-то вот. Сами идет. Мы с Окрой вдвоем. Она тоже поехала. Вот это мой красивый зонтик сама. Мы темпой гуляемся за суда. По этому корпусу. Продолжение следует... Не третий...